Познавшие путь мяча встретились в Иванове. В городе прошло пятое открытое первенство по кендо Кубок Золотого Кольца. Детско-юношеский турнир собрал более 60 спортсменов из Иваново, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска и Казани. Главное желание, стремление, сила духа, воля к победе и техника. Спортсмен должен продемонстрировать точные удары и готовность к контратаке. Все схватки проходят на деревянных мячах, бакенах. В жестком поединке любой фехтовальщик может получить серьезные травмы. Потому у спортсменов такая серьезная экипировка. Шлемы, жилеты, наручи и перчатки. Одна из главных задач – дезориентировать противника внезапным ударом или криком. Тогда шансы на победу возрастают. Удивительно, но в этом, казалось бы, мужском виде спорта довольно много девушек. Юные спортсменки уверенно держат в руках деревянные мячи и стремительно наносят удары. Дерется, как девчонка. Это не про них. Екатерина Лях занимается кендо всего полтора месяца и уже достигла определенных успехов. Главный принцип кендо – это дух тела и меч. И самое сложное – это, наверное, породниться с мечом, можно так сказать, чтобы привыкнуть к нему, ощущать и взаимодействовать. Самое сложное – это сконцентрироваться, отбросить все, что творится вокруг и сосредоточиться на сопернике. Понять его, прочитать и победить. Победители турнира отправятся на чемпионат России, который пройдет в конце ноября в Подольске.